А перед оглашением потерь я хочу напомнить, что сегодня идет 790 день ожесточенной войны, которую Россия варварски развязала и ведет против независимого государства Украина. А накануне наши артиллеристы из систем залпового огня Химарс поразили новый командный пункт с офицерским составом в захваченном недавно Бахмуте. Это подразделение 331-го десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии РФ. Во время этого удара погибли многие высшие чиновники данного подразделения. Ну а теперь срочная новость. Главу украинской разведки Кирилла Буданова взяли в плен русские. С предоставлением доказательств. И теперь он в руках оккупантов. Да что ты, черт побери, такое несешь? Такую бургу и дезинформацию распространили многие российские средства массоинформации, а также телеграм-каналы. Что поверили? Дурилки картонные. Это все оказался российский пропагандистский фейк. Был наспех сооружен фотофейк, на котором якобы Кирилл Буданов сидит и оправдывается перед русскими. Сидит, конечно, у них в плену. Это фото было изготовлено просто с помощью технологии дипфейк. Кстати, это не первый случай, когда Буданова берут в плен и даже убивают. Минулого року в червовый раз они сказали, что меня убили. Я появился и появилось фото, где я разом с послом Японии. Естественно, он жив, в полном здравии и руководит украинской разведкой Италии. А наша жажда победы над противником все крепче и сильнее. Мы выстояем и переможем. Слава ЗСУ, слава героям. Смерть ворогам. Украина понад усе. Аминь. Аминь.